приветствую вас дамы и господа виновник данного видео всего лишь один бой который я сыграл ясное дело для большинства зрителей интереснее смотреть про новости мира танков или же про какой-то новый танк что-то узнать но иногда сыграешь такой бой что он прямо заслуживает отдельного видео и отдельного рассказа если бы не окончание этого боя то можно было бы с уверенностью сказать что это наверное один из лучших боев которые я сыграл за все время но давайте по порядку рыбацкая бухта вначале я еду на центр на прожетто который якобы понерфили но он по-прежнему набивает урон за счет своего барабана перезарядки между выстрелами неплохого сведения пробития точность все более-менее на месте но вот стабилизация куда-то улетела еще вроде бы понерфили броню в лд или где-то там в том районе я честно говоря особо не вдавался в подробности возможно если бы броня была толще бой закончился бы по-другому постояв недолго на центре я понял что на нем особо ничего не разыграешь также нам продавили первую линию это очень часто происходит на карте рыбацкая бухта центра можно отстрелять проезжающих по первой линии я настрелял так немало урончика раздал пару барабанов но в общем и целом центр мы проиграли первую линию тоже теперь немного расскажу про тактику на рыбацкой бухте если у вас один из флангов или оба принадлежат врагам то вы не можете играть центр поскольку вас с фланга будут расстреливать если один фланг проиграли то можно играть только с той стороны где находятся союзники если оба проиграли то придется спускаться ниже в город чтобы вас не расстреливали сбоку для хорошо играющих игроков я думаю это очевидно по мере того как развивался данный бой фланги мы контролировали все хуже и хуже поэтому я продвигался все ближе и ближе к городу попутно раздавая свои барабаны в тех кто подставлялся но вот когда я уже набил более-менее какой-то стандартный свой урон уже невозможно было как-то встречать врагов позиции где можно обороняться они закончились везде где я стану меня просто задавят количеством и я не смогу ничего сделать максимум может быть раздам один барабан это не факт поэтому у меня был туз в рукаве позиция которую я знаю уже давно что ее можно на крайний случай использовать если терять уже нечего я остался один против девятерых терять уже точно нечего по двумя артиллериями такое количество танков на одном прожета встретить невозможно поэтому использую свой козырь заезжаю в позицию в которую даже и заехать то сложно нужно обладать навыками скалолаза водолаза альпиниста еще и программиста так вот заезжаем сюда на берегу за камень прячемся и сидим сидим рыбачим ждем сколько раков мы выловим какой будет у нас улов и у меня вот вопрос напишите пожалуйста сколько врагов вы топили понятное дело можно утопить врага так что вам фраг засчитают но в данном случае в принципе из-за вас сколько врагов утонуло у меня лично было четыре или пять танков на карте линия маннерием а там очень часто люди по холмику едут и поскольку они не умеют ездить по наклонным поверхностям в игре мир танков они соскальзывают вниз и топятся мой рекорд был около 4 5 танков но в этом бою я его побил в мою ловушку которую я использовал в этом бою попалась 6 врагов то есть можно считать что мой рекорд теперь 6 я конечно не первый открыватель данной позиции эту позицию увидел на стриме станлока и она как-то сама по себе запомнилась поскольку очень веселая и выразительная позиция причем применять ее можно только в экстренных случаях когда уже ну вот буквально конечная как раз как в этом бою консолка боя конечно трагическая но чтобы до нее доехать пришлось применить все навыки альпиниста для тех кто не умеет по наклонным поверхностям в мире танков ездить нужно свой танчик поворачивать влево-право когда ты едешь по наклонной поверхности и поворачиваешь свой танк он перестает соскальзывать и падать но если ты перекрутишь или не докрутишь корпус то тебя может заглохнуть двигатель или твой танк может соскользнуть поэтому даже зная как это делается все равно не сильно то легче становится но по крайней мере ты хотя бы можешь пробовать и если сделаешь все правильно то получится после того как я выехал с этой замечательной ловушки последний враг который играл мне на арте а на нормальном танке неожиданно выскочил из-за дома первый выстрел с вертухи улетел рикошетом потом я забоялся сильно тараниться во врага поскольку я забоялся что мне много хп слетит поэтому я притормозил в итоге у меня еще в к последним выстрелом не вылетела альфа может быть если бы не понерфили стабилизацию я бы попал может быть если бы не понерфили где-то там броню может быть бы она танканула но так или иначе еще и не вылетела альфа в общем и целом игра мне намекнула что это похоже на мой лучший бой в плане эмоций ощущения и событий которые в нем были не по результату конечно же по количеству урона и фрагов этот бой далеко не самый лучший но именно по воспоминаниям этот бой очень значимый и интересный такое каждый день не сыграешь в общем и целом нужно следующий раз утопить 7 соперников получить колобанова победить выжить и это будет мой самый эпический бой а пока что у меня получилась тренировочка самого эпичного боя с вами был арчик играйте красиво всем удачи увидимся пока